Добрый вечер. В прямом эфире новости на телеканале Енисей, в студии Александр Дьяков. И вот главная тема этого дня. Губернатор Виктор Толоконский и эксперты обсудили перспективы развития регионального опорного университета. Какие вузы войдут в его состав и что изменится для студентов и преподавателей. Это, безусловно, нельзя рассматривать как формальное там покрупнение, объединение. За этим сложнейшие обязательства. 1 июля в крае, как и по всей России, стартует сельхозперепись. Каковы цели и задачи масштабной инвентаризации и у кого переписчики могут пересчитать грядки, кур и коров. Для нас актуальная информация для того, чтобы оценить то, что сделано и наметить новые планы. В краевом центре начался ремонт коммунального моста. На каких участках заменят дорожное покрытие и как изменится на это время схема движения. Работы предполагаем выполнять круглосуточно на протяжении 800 метров. На всю ширину проезжей части. Сотрудники Сбербанка рассказали о множественных фактах мошенничества с банковскими картами. Как защитить свои деньги от преступников. Мы охраняем машину, я бы сказала, на дом, на машину ставим сигнализацию. Здесь тоже на вело нужно появлять бдительность. В Красноярске стартовал ремонт коммунального моста. За 20 дней дорожники заменят 800 метров асфальтового покрытия на участке от улицы Баграда до острова Отдыха. Работы пройдут по всей ширине переправы. В каком режиме будут работать подрядчики и как изменится схема движения на мосту в ближайшие три недели. Подробности у Сергея Сеславина. Минувшей ночью дорожники на подъездах к коммунальному мосту установили информационные знаки, предупреждающие автовладельцев о грядущем ремонте. Как пояснили в мэрии Красноярска, работы будут вестись круглосуточно, но начиная с выходных. В ближайшие пару дней асфальтовое покрытие будут менять только по ночам. Сделано это для того, чтобы водители успели привыкнуть к изменившейся схеме движения. Уже снята часть старого асфальта на крайней полосе в сторону правого берега. На первом этапе работы пройдут на участке от улицы Баграда и до острова Отдыха. Далее по двум полосам в центре моста. И на последнем этапе рабочие зайдут на оставшиеся участки по направлению от острова Отдыха к левому берегу. Мы приступили сегодня к восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части коммунального моста над основным руслом. То есть работы предполагаем выполнять круглосуточно на протяжении 800 метров на всю ширину проезжей части. По словам специалистов, работы подобного масштаба на коммунальном мосту не проводились с 2004 года. Как и 12 лет назад, полностью закрывать движение не будут. Полосы перекроют по мере перемещения ремонтной бригады. Так как пропускная способность магистрали снизится на треть, следить за транспортным потоком выйдут сотрудники ГИБДД. До выходных дней работать будут по крайней правой полосе. Перед выходными днями будут уже работать полноценно по двум крайним правым полосам. И, соответственно, транспортный поток, одна полоса пойдет уже по встречной полосе. Будет нанесена временная дорожная разметка для улучшения видимости движения автомобилистов. Также в мэрии посоветовали по возможности объезжать ремонтируемую переправу. Возможности для этого сейчас стало гораздо больше. Кроме мостов 3-7 и Октябрьского появился четвертый. Красноярские автовладельцы к ситуации отнеслись с пониманием. Октябрьский мост, да, но частые пробки, конечно, это большая проблема. А четвертый мост, в принципе, сейчас довольно немного народу по нему ездит, поэтому движение свободное пол не устраивает. По-другому никак, ремонт все равно надо делать. То есть, ну, я только за. По пол моста, если будут перекрывать, пол перекрыли, сделали его качественно. Асфальт высох полностью. Закрыли, потом вторую половину, то открыли. Работы планируется закончить 20 июня. Гарантийный срок – один год. Но в мэрии уверены, что новое покрытие продержится гораздо дольше. Сроки же капитального ремонта коммунального моста будут определены после разработки проектно-сметной документации. Торги по поиску исполнителя уже объявлены. А за этот сезон в Красноярске планируется также отремонтировать полторы тысячи улиц и проездов. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости. Федерация поддержала пятилетнюю программу развития регионального опорного вуза, созданного на базе аэрокосмического и технологического университетов. Он должен не только серьезно изменить подход к подготовке высококвалифицированных кадров для крупнейших предприятий региона, но и дать талантливой молодежи новые возможности для жизни. Все подробности у Алины Штоколовой. Мышный инженерно-технологический комплекс сейчас формируется на базе двух ведущих вузов края. Именно здесь будут готовить специалистов, которые смогут не просто строить ракеты, осваивать космос и заниматься лесопереработкой, а делать это так, как никто в мире еще не умеет. Уже сейчас студенты имеют большие возможности. Например, прямо из этого кабинета они могут контролировать работу спутников на орбите Земли. Но это только начало. Сейчас новый опорный университет пересматривает свои образовательные программы, чтобы готовить качественно новых специалистов, которые так нужны крупным предприятиям региона. Мы собираемся вместе с представителями наших министерств, ведомств, агентств, и с нашими работодателями, с руководителями ведущих предприятий нашего Красноярского края. Как раз вот здесь выстраивается новая система взаимодействия, здесь будет развиваться новая инженерная школа, новые подходы к подготовке специалистов, потому что это требует и время. Выпускники опорного вуза смогут работать и в ядерной, и в космической, и в лесоперерабатывающей отрасли. Это большие предприятия и большие зарплаты, которые позволят удержать талантливую молодежь в нашем крае. Об этом говорили сегодня на специальном совещании во главе с губернатором региона. Руководство крупных предприятий понимает, что новый университет будет готовить кадры именно под их заказ. Поэтому предлагают свои площадки, где будущие специалисты смогут оттачивать свое мастерство прямо на производстве. Идея связана с тем, чтобы сконцентрировать на производственной площадке, на базе одного из корпусов Красмаша, лабораторные, современные лаборатории, и их использовать максимально и для студентов, и для школьников, и для молодых ученых. Воспитывать технарей нового поколения будут практически с пеленок. Уже сейчас спрос на инженерно-технические классы в школах вырос в три раза. В новом учебном году по всему краю откроются около сотни таких специализированных классов. Таким образом, подготовка высококвалифицированных кадров начнется с семи лет и закончится только с получением диплома о высшем образовании. А готовить опорный университет будет более чем по 20 группам направлений. Это, безусловно, нельзя рассматривать как формальное укропнение, объединение. За этим сложнейшие обязательства. У нас должно быть и многообразие специальностей направлений, и очень высокое качество. Мы должны иметь далеко не типичную сегодня для университета долю аспирантов и магистов. По-моему, там 20%. При этом ВОЗ должен разрабатывать прорывные технологии, которых нет нигде в мире, и использовать их не только на территории края, но и предлагать другим регионам и странам. Это даст возможности для развития как студентам, так и экономики нашего края. Поэтому региональный бюджет готов серьезно вложиться в формирование нового университета. Алина Штоколова, Алексей Овсянников. Новости. Проекты трех объектов универсиадов прошли госэкспертизу. Документы получили положительное заключение. Таким образом, теперь можно приступать к строительству спортивного комплекса «Радуга», спортивно-тренерского блока «Лыжный» и старт комплекса с лыжным стадионом и лыжероллерными трассами. Эти объекты будут использовать для соревнований по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Стоит отметить, что «Лыжный» и «Радуга» будут построены в районе Витлужанки. Они включат в себя комплекс спортзалов, бассейн, медицинские и научно-исследовательские блоки. В перспективе это будет большая возможность для детско-юношеских спортивных школ, для просто прогулок жителей города Красноярска, как сейчас этим пользуется Академия биатлона в городе Красноярске. Поэтому это очередной этап, приближающий нас к тому, что в летний период на всех строительных площадках развернется стройка, и мы будем двигаться согласно наших планов, и в 2018 году получим объекты. 1 июля по всей стране начнется масштабная сельскохозяйственная перепись. Кого коснется сельхозинвентаризация и как будут выглядеть настоящие переписчики, подробности узнаете прямо сейчас. Итак, в Красноярском крае пересчитают сельскохозяйственных животных, технику и земли. С 1 июля по всей России стартует сельскохозяйственная перепись. Участвовать в ней будут не только крупные предприятия и фермеры, но и дачники. Зачем это нужно и как к переписи относятся аграрии, расскажет Ольга Тишинина. Уже через месяц в каждый из этих домов придет переписчик. Он посчитает площадь участка, сколько кур и коров есть у фермера, и даже узнает, какие современные технологии он использует. Эта сельскохозяйственная перепись в современной истории России станет уже второй. Предыдущая проходила в 2006 году. Этого события без преувеличения аграрии ждали давно. Все, что выяснили переписчики 10 лет назад, теперь просто неактуально. Нужно пересчитывать заново. Под учет в Красноярском крае попадут 330 тысяч субъектов. Это не только крупные сельскохозяйственные предприятия, но и крестьянские подсобные хозяйства. Специалисты говорят, без этого просто непонятно, кому населие жить хорошо и какие направления нужно развивать в первую очередь. Для нас актуальная информация для того, чтобы оценить то, что сделано, и наметить новые планы. Как же мы будем поддерживать дальше наше население? Что нужно сделать для того, чтобы в личных подсобных хозяйствах граждан появилось больше сельхозживотных. Что нужно сделать для того, чтобы оказать им поддержку в приобретении каких-то механизмов, чтобы в своих программах развития закладывать уже средства финансирования как федерального бюджета, так и краевого, на поддержку нашего населения, на поддержку сельского образа жизни, на поддержку самозанятости населения. Весь учет будут вести 766 переписчиков. Каждому предстоит обойти около 500 объектов. И впервые на помощь им придут современные технологии – планшеты. Правда, с ними будут ходить только по личным подсобным хозяйствам. В остальном все тоже – переписные листы. Для каждой категории объектов они разные. Вопросы в анкетах стандартные – про площадь земли, поголовья и выращиваемые культуры. Но впервые у аграриев и фермеров спросят о том, привлекают ли они заемные средства для развития подсобных хозяйств, и на что их тратят. Как можно будет переписчика, собственно, отличить? Выглядеть будет он примерно вот так. То есть это специальный жилет со светоотражающими полосками, специальная шапочка-козырек, эмблема всероссийской сельскохозяйственной переписи, она выглядит вот так, специальная сумка Росстат. И самый главный отличительный признак – это, конечно, удостоверение. Удостоверение с высокой степенью защиты. И действительно оно будет только при предъявлении паспорта. Перепись в крае пройдет в два этапа. Основной – с 1 июля по 15 августа. С 15 сентября по 15 ноября переписчики будут работать в труднодоступных территориях на Таймыре. На самом деле удаленных и труднодоступных территорий у нас в крае предостаточно. Но здесь основным аргументом того, что мы выбрали именно этот район с иными сроками проведения, является массовая миграция северных оленей, с летних пасбиц, пасбиц, чтобы провести такую комплексную оценку их популяции, их состояния. Перепишут в этом году и дачников. Правда, не всех, а выборочные только 10%. Анкеты будут заполнять отдельно председатели садовых товариществ и сами владельцы участков. Специалисты говорят, никто с линейкой грядки мерить не будет. Но дачникам придется прикинуть, какую площадь занимают теплицы, поля с картофелем, написать, какие овощи выращивают и даже какие прогрессивные агротехнологии используют на своих сотках. Всех, кто попадет под перепись, конечно же, предупредят заранее. Специалисты предварительно обойдут свои участки. А за их безопасность будут отвечать полицейские. Обеспечить сохранность переписных материалов, обеспечить безопасность переписных участков. Потому что на самих переписных участках, где будут храниться все эти материалы, они тоже будут контролировать сотрудниками полиции, для того, чтобы не произошли какие-либо противоправные деяния, связанные с хищением и так далее. Для сельхозпредприятий участие в переписи обязательно, для других дело добровольное. Но сами фермеры говорят, нужно пойти навстречу и отвечать на все вопросы честно. В интересах населения все-таки декларировать то, что у них сегодня есть в медичных подсобных хозяйствах. Особенно ту часть населения, которая может рассчитывать на какую-то государственную поддержку, желает рассчитывать. Я думаю, что проведя эту перепись, мы увидим очень такую интересную картину, если она будет объективной, которая, в общем-то, на экономику и на жизнь населения наложит такой хороший, позитивный отпечаток. Взаимодействие с нашей торговлей, допустим, если мы, у нас очень много везется сюда мясо кролика, да действительно, значит, его тут нет. Если мы его пересчитаем и посмотрим, что у нас есть какие-то возможности и мощности для того, чтобы заняться кролиководством, в том числе и в рамках программы вот этого устойчивого развития, добро пожаловать. И эти цифры будут очень полезны. На перепись в крае потратят около 40 миллионов рублей, а по всей стране 13 миллиардов. Итоги подведут в 2017 году. Тогда мы и узнаем о реальном положении дел в сельском хозяйстве. Ольга Тишинина, Андрей Панкратс. Новости. Краевой службе карантина растений 5 июня исполнится 85 лет. В преддверии юбилея специалисты показали, как проходят их трудовые будни. О том, где в крае обнаружена крупная партия зараженной древесины и от каких опасных вредителей защищает краевой урожай и все попадающие в страну цветы, узнавал Александр Ловицкий. Вся эта древесина с одного из складов черте Красноярска должна была отправиться на экспорт. Однако специалисты Россельхознадзора нашли в ней опасного карантинного вредителя, которого называют усач. Теперь крупная партия древесины в общей сложности более 100 кубометров отправится на обеззараживание, переработку или вовсе будет уничтожена. И это лишь крупица работы, которую выполняют инспекторы Россельхознадзора. К юбилею службы карантина растений специалисты подводят итоги за несколько лет и знакомят нас со своими трудовыми буднями. Только с 2005 года на обеззараживание было отправлено более 180 тысяч кубометров древесины. А кроме этого под контроль ведомства попадает абсолютно вся растительность в крае. В десятку самых опасных вредителей, от которых ее приходится защищать, входят золотистая картофельная нематода, шелкопряд, трипс, восточная плодожорка. Чтобы обнаружить некоторых из них, специалисты прибегают к научным ухищрениям. Устанавливается феромонная ловушка на восточную плодожорку на выявление обнаружения восточной плодожорки. Восточная плодожорка повреждает семечковые и косточковые культуры. Это яблони, груши, сливы, черешни. Благодаря карантинной службе жители края могут не только лакомиться плодами деревьев, но и любоваться цветами в городских клумбах. Их специалисты защищают от нашествий мелких, но опасных для растений насекомых – трипс. Насекомое может уничтожить целые популяции цветов. Увидеть паразитов можно только с помощью мощной оптики, а вывести и того сложнее. Борьба с ними осуществляется химическим способом в основном, но затруднена в связи с тем, что данное насекомое оставляет кладку внутри ткани растения и химикат, попадающий на поверхность, как бы трудно, но не воздействует практически на нее. Но и также быстро привыкает к ядам. Основной путь распространения происходит с саженцами, с продукцией, с цветочной продукцией. Возится очень много случаев появления у нас именно при ввозе происходит. Чтобы эти и другие вредоносные организмы не попали на территорию края, специалисты ведут фитосанитарный контроль на двух пропускных пунктах через российскую границу – аэропорту Емельянова и морском порту в Дудинке, а также на десятках таможенных постов. Причем контроль ведется как на ввоз, так и на вывоз продукции, ведь халатность в этой сфере может нанести серьезный вред краевой и российской экономике. Если что-то мы не увидим, или грузовладелец постарается, попытается отправить продукцию, и она будет заражена, то в ответные санкции государство, импортер, может запретить ввоз этой продукции. Что вот проходит на примере данной ситуации? У нас из многих стран запрещен ввоз продукции картофеля с Южной Америки. Даже несмотря на действия санкций, Россельхознадзором введены запреты на ввоз польских яблок в связи с обнаружением там подкарантинных объектов восточной плодожорки. 5 июня службе карантина растений исполнится 85 лет. В ведении Россельхознадзора она находится почти 11 лет. Только с этого времени специалисты выявили более 7 тысяч случаев заражения растений опасными паразитами, уничтожили более 13 тысяч зараженных цветов. Чтобы не допустить распространения опасных организмов, ежегодно специалисты проверяют свыше 200 миллионов тонн растительной продукции. Александр Ловицкий, Андрей Крупнов. Новости. Вступили в силу изменения в системе страхования ОСАГО. В чем их суть и готовы ли страховщики к изменениям в своей работе, расскажем в продолжении выпуска. Новый проект «Утро на юзи». «Тонна картошки» в эфире каждую пятницу с 20 мая. Партнеры проекта. Компания «Дары Малиновки» – один из крупнейших региональных производителей овощей и семенного картофеля. Сеть фирменных магазинов «Водолей». Большой выбор хорошего инструмента для любителя и профессионала. Приглашаем на православную выставку. Более ста монастырей и храмов со всего мира. Особо чтимые святыни и иконы. Церковные товары и православная литература. Встречи с духовными наставниками. Ждем вас с 8 по 14 июня в МВДЦ Сибирь. База отдыха «Чара» приглашает на один из теплых заливов Байкала. Благоустроенные номера и экскурсии сделают отдых незабываемым. Телефон в Иркутске – 200-650. Все лето. Лазерная коррекция зрения. От 12 тысяч. Новый лазер «Визу Макс». Передавая технология «Смайл». Только в глазном центре. Телефон 287-77-33. Емельяновский дорожно-строительный техникум приглашает выпускников школ на очное и заочное обучение. Прием сюда проходит без экзаменов. Студенты получают социальную поддержку в виде стипендии. Всем иногородним предоставляется общежитие. Телефон приемной комиссии 8-391-262-25. Ты взял кредит и купил культиват. Чтобы выращивать овощи и собирать урожай. Но это дорого. Нет, это экономно. Кредит на обдуманные затраты. Ставка 15% годовых. Банк АТБ. Кредит просто 15%. Настала пора перемен. Значит, овощи больше покупать не будем. Продолжаем выпуск. В Красноярском крае резко увеличилось количество махинаций с банковскими картами. Сегодня в Красноярском отделении Сбербанка рассказали. Еженедельно в банке предотвращают мошенничество на сумму порядка 200 миллионов рублей. Преступники, используя технические уловки и возможности интернета, похищают деньги с карточек жителей края. Списания происходят по-разному. Например, приходит СМС или поступает звонок якобы от сотрудников службы безопасности банка о том, что карта заблокирована. Звонящий просит выполнить определенные манипуляции и сообщить секретный пин-код. Еще один способ хищения средств – это вредоносные компьютерные программы. Человеку отправляется СМС с тревожным сообщением и ссылкой на сайт, через который распространяется вирус, способный взламывать доступы и перехватывать СМС-сообщения от банка о списании. Банкиры убедительно призывают красноярцев быть максимально осторожными. Никому не сообщать свои персональные данные, не открывать сомнительные ссылки, защищать компьютеры и телефон антивирусными программами. Потому что если выяснится, что вы сами сообщили мошенникам полные данные вашей карты, деньги банк вам не вернет. Для всех расчетов просьба для жителей края иметь специальную карту отдельную, куда-либо поступление, либо списание, но никак не сообщать основные данные карточки. Никто в банке не знает пин-код и он нам для блокировки карты, либо разблокировки не нужен. Я прошу уважаемые жители нашего города, края, понимать это. Поэтому вот то, что когда вас спрашивают, представляясь сотрудниками банка о том, что сообщите код и у вас все будет хорошо и карта разблокирована будет, это тоже неправда. Мы охраняем машину, я уже сказала, на дом, на машину ставим сигнализацию. Здесь тоже, наверное, нужно проявлять бдительность. Кроме вашей карточки, она должна быть только у вас, либо у ваших близких родственников. Ни у кого ни в руках, ни данных, ничего не должно быть. Мы спросили красноярцев, доводилось ли им сталкиваться с воровством денег со своих банковских карточек и счетов, и какие меры безопасности они принимают, чтобы этого избежать. Человек-мошенник узнал номер моей карты и каким-то образом просто снял деньги. Карта та же остается, так же и пользуемся, в плане, что отныне нет на ней большой суммы во избежание такого воровства. Закрывать пин-код, просто держать свою карточку всегда при себе в надежном месте и никому не рассказывать. Все как обычно, все просто. Вообще лучше сайтов никакие, я думаю, покупки лучше не делать, а лучше с источников, которые точно знаешь. Я в основном деньги храню наличкой, а не на карточке. Да, я сразу закидываю и сразу расплачиваюсь, то есть я не храню деньги на карте, зачем это нужно, опасно, мне кажется. Пришла смс, что все еще это списаны средства, а она не снимала, как бы и вот разбирались долго, и в итоге то, что мы выяснили, что это мошенники, ну как-то и не нашли, как бы. Первого июня в силу вступили изменения по ОСАГО. Теперь ремонт автомобиля после ДТП будет оцениваться дороже. Связано это с тем, что стоимость запчастей выросла в среднем на 5%. Также подорожала и работа специалистов. Таким образом, тем, кто попадает в аварию не по своей вине, начиная с 1 июня, будет выплачено по ОСАГО больше, чем тем, чьи повреждения оценили, например, 30 мая. Напомним, что теперь оценка стоимости восстановительного ремонта проходит по единой методике. Согласно ей, используется единая стоимость запчастей и норма часа работ. Эти справочники обновляются два раза в год. Также в силу вступили новые правила при покупке полиса ОСАГО. В течение пяти дней можно отказаться от навязанных дополнительных страховок. Это касается такой излюбленной темы за последние, наверное, два с половиной года по поводу того, что страховые компании при ОСАГО либо вообще прячутся, да, не заключают договоры ОСАГО. Если заключают, то предлагают навязывать дополнительные полисы, без которых невозможно купить ОСАГО. Вот это как раз норма предусматривает, то, что если человека обязали купить ОСАГО с каким-то дополнительным полисом, в течение пяти дней он может обратиться в страховую компанию с заявлением, и деньги ему вернут все без каких-либо комиссий. Новая выборная должность в скором времени появится в вузах Красноярска. Уполномоченные по правам студентов будут представлять интересы учащихся перед администрацией университета или института, помогать в организации исследований и проведении внеклассных мероприятий, а также заниматься юридическим просвещением. Проект федеральный, к нему уже присоединились 24 региона. В нашем крае уполномоченные появятся в шести вузах – аэрокосмическом, аграрном, педагогическом и технологическом университетах, а также в Институте искусств и Сибирском институте бизнеса. Кандидаты на эту должность должны зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь России». Далее претендентам на должность предстоит провести предвыборную кампанию. В сентябре этого года будут определены уполномоченные по правам студентов в вузах Красноярского края. Возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборы есть у каждого студента. Мы призываем всех активных студентов, магистрантов, аспирантов принимать участие в этом проекте и попробовать свои силы на такой ответственной общественной позиции. В крае начали работу детские летние лагеря и пришкольные площадки. Сколько мальчишек и девчонок смогут отдохнуть и поправить здоровье этим летом и как обеспечена их безопасность во время отдыха, расскажем после рекламы. Мечтаешь о велосипеде? Еще бы! Ведь велосипедист живет в каждом! Форвард! Выбери свой велосипед на forwardvelo.ru Добро пожаловать в семью! Спутниковое телевидение от 50 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Был бы я бизнесменом, вот это была бы сцена! Был бы у меня бизнес-центр небоскреб, И на самолет я бы тоже наскреб. Их да нет в золотых интерьерах. Лимузин вот таких размеров. Красивая жизнь, но есть один момент. Кто за это все платит? Клиент! Мы за тип компании другой. С менее раскатанной губой. Нам лишнего не надо. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на теле-2. Тариф черный. Честно? Дешевле. Приглашаем на православную выставку. Более ста монастырей и храмов со всего мира. Особо чтимые святыни и иконы. Церковные товары и православная литература. Встречи с духовными наставниками. Ждем вас с 8 по 14 июня в МВДЦ Сибирь. В прямом эфире новости на телеканале НЕСЕЙ мы продолжаем выпуск. В Красноярском крае стартовал летний оздоровительный сезон. Этим летом в регионе запланировано работать 907 самых разных площадок для отдыха и оздоровления детей. В одном из популярных загородных лагерей в самом начале смены побывала Дина Володина. В Красноярске наконец-то наступило долгожданное календарное лето. Больше всего этому событию рады, конечно же, малыши, школьники, потому что каникулы. С 1 июня в Красноярском крае открылось больше 750 пришкольных площадок, а еще 11 загородных лагерей. В том числе и вот этот зеленые горки под Красноярском. Пасмурные дни кончились, все. Уже синоптики сказали, завтра будет зеленая горка, солнце. В городе не знаю что, но у нас будет солнце от ваших улыбок. На эту первую смену в зеленые горки приехали 220 школьников и дошколят. 40 из них – дети-сироты из разных районов Красноярского края. Первая смена в лагере художественно-эстетическая. Здесь собрались самые творческие дети со всего региона. Что мне больше всего нравится? Ну, много кружков интересных, много занятий, вкусно кормят, ну, много чего интересного. Вообще, я из кружков, мне больше нравится бисероплетение. Я приезжаю в этот лагерь с самого детства, 6 лет, это со времен детской дачи, тогда еще был 10-й отряд, это было очень давно. Больше всего нравится в лагере то, что много разных мероприятий, приезжают регулярно разные театры, концерты часто разные проводятся. Этот лагерь во многом уникален. Он единственный в регионе, где могут отдыхать дошколятам. Здесь есть отопление и учреждения функционируют круглый год. И именно здесь лето проводят самые одаренные школьники Красноярского края. Есть в лагере смены и для всех желающих. Правда, для того, чтобы определить сюда ребенка, родители записываются с сентября и уже в октябре мест практически нет. Мы очень много даем направлений спорта и культуры. Это связи с театром, к нам приезжают театры. У нас очень много кружков, у нас очень много спортивных секций, 12 только спортивных секций. Три инструктора по физической культуре работают с детьми. То есть, начиная от баскетбола, кончая фроллболом, полевой стрельбой. До начала сезона все учреждения получили положительное заключение от надзорных органов. Везде установлены системы видеонаблюдения, есть кнопки тревожного вызова, организованы посты охраны и закреплена должность специалиста по вопросам безопасности. По данным Министерства образования, в загородных лагерях нашего региона этим летом смогут отдохнуть почти 45 тысяч школьников. Также востребованы остаются по-прежнему такая форма, как палаточные лагеря. Их в этом году мы планируем 39, и в них тоже 8 тысяч детей будут иметь возможность. Те, кто имеет склонность заниматься туризмом, спортом, имеют возможность отдохнуть именно в палаточных лагерях. В целом мы планируем, что отдых и наздоровление будет охвачено более 120 тысяч детей вместе с трудовой занятостью, потому что достаточно большое количество ребят будет занято благоустройством территории своих муниципалитетов, своих школ и так далее. Будет охвачено около 80% детей школьного возраста. Впереди у школьников длинные каникулы, за которые им предстоит и отдохнуть, и набраться сил. Дина Володина, Денис Тимошенко. Новости. Хоккейсты команды «Сокол» организовали кулинарный мастер-класс воспитанникам Емельяновского детского дома. Под руководством опытного шеф-повара ребята готовили яблочный штрудель с орехами и корицей. Маленькие кулинары учились у спортсменов, с которыми давно дружат. С увлечением они готовили начинку из яблок и раскатывали тесто. Советами им помогали защитник женской команды «Бирюса» Диана Абдулина, нападающий «Сокола» Александр Репьях и вратарь Виталий Евдокимов. Мне интересно, что у нас получится. Нам хочется попробовать это блюдо, чем мы его приготовим. Тестники Емельяновского детского дома встречаются с представителями хоккейного клуба не в первый раз. На память об этой встрече им останутся фотографии. А 17 июня дети будут играть в товарищеском футбольном матче с хоккеистами «Сокола» и красноярскими «Олимпийцами». Мы вот с ними на Новый год играли, тоже в алинках на льду, это им нравится. Мне, конечно, это здорово с детишками лишний раз пообщаться с нами, вывезти их сюда. Им, конечно, интересно, еще они там друг дружки все вырывают, хотят сами все попробовать. Им, конечно, интересно, это очень хорошая идея. А сейчас новая серия нашего проекта «Сибирская мудрость». Жители Красноярского края делятся своими мыслями о самом важном. Галина Сергеенко на этой неделе рассуждает на вечные темы. И сегодня она расскажет о том, как обрести душевный покой. «Сибирская мудрость» У каждого человека по-своему это обретает, конечно. Кто-то идет, общается с друзьями, кто-то берет хорошую книгу в руки, Кто-то обращается к опыту оптинских старцев, читают. Вот я сейчас оптинских старцев читаю. Житие очень интересно. Просто как человек, который не будет никогда монашествующим. Но мне интересно, как люди приходят к этому. Вы знаете, у нас на Енисее лед встает достаточно... Теплоходы уже не идут, а Енисей еще открытый стоит. И очень пусто на Енисее. Он такой стоит темный, тунгуско-темный. Я, когда выхожу на убор сюда, смотрю на всю эту красоту. Вот для меня это духовное родовесие. Ну и, конечно, храм обязательно. Телефон редакции для ваших сообщений 236-0136. Наш адрес в интернете енисей.тв. Далее смотрите блог полезной информации и прогноз погоды на завтра. Субтитры сделал DimaTorzok